Источники Во-вторых, информация, которую мы получаем из Источника, она записана со слов свидетеля или с чужих слов. Часто это касается возраста крестьян в ревизиях, которые записывались со слов старосты, а не каждого конкретного члена семьи. Еще хуже с достоверностью, когда неизвестно, вообще в принципе неизвестно, кто предоставил информацию для документа. И в-третьих, что мы получаем из этой информации из Источника? Это доказательство, ответ на наш изначально стоящий вопрос, или его отсутствие, то есть отрицательный результат. Или не то, а не то, а полуответ, ответ, который нужно скомбинировать с другими источниками, чтобы понять, в каком году человек умер, например. Отрицательный результат не менее важен, чем положительный, так как в комбинации с другими сведениями из других источников дает новые зацепки и факты. Подытожив, могу сказать, что задавая такие вопросы, вы не прогадайте. Неважно, насколько официальная бумага, в ней могут быть ошибки, потому что записывали со слуха, с чужого почерка, тысяча причин. И в автобиографии о себе можно соврать, а иногда было даже необходимо. Отсюда три вывода. Лучше иметь несколько источников на каждый факт, всегда учитывать возможность ошибки, и самое главное, не буквоедствовать. В генеалогии практически нет железных документов, но также в 90% случаев нет и злого умысла. Никто не хочет вас запутать, и можно смело полагаться на некоторые общие закономерности. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи в ваших поисках!